Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о третьей главе «Деяния святых апостолов». В третьей главе говорится о одном из первых, и может быть вовсе первом, но не датированном строго хронологически, чуде, которые совершают апостолы. Чуде, похожим на те чудеса исцеления, которые и Господь Иисус совершал. Ну и обычно вообще исследователи деяний склонны полагать, что Лука не то чтобы прям нарочито эту похожесть подчеркивает, но для него это имеет, по-видимому, значение. То, что совершал Господь Иисус, свидетельствуя об Отце, примерно тоже совершают и апостолы, свидетельствуя о воскресении Иисуса. И вот, говорит Лука, Петр и Иоанн идут вместе в храм в час молитвы девятый, три часа дня по-нашему, обеденный перерыв у нас, у них уже давно нет. Они идут в час молитвы в храм. Обратим все же внимание на это выражение «час молитвы», время, когда надо помолиться. Предание говорит о том, что основная практика молитвы апостолов того времени заключалась в том, чтобы в три раза в день, утром, в девятый час, то есть в три часа дня и вечером, произносить молитву «Отче наш», вероятно, какие-то псалмы или краткие иудейские молитвы могли присутствовать. А в основном, как предание говорит, они молились, как обычные люди, своими словами. Так вот, они идут и видят некоего храмого, который храмой от чрева матери его, и его каждый день выносят. Ну, вероятно, все же, если его приходится выносить, значит, он не столько храмой, сколько неходячий вовсе. Да, ну вот его выносят, сажают при дверях храма, называемых «красными». Петр увидел его, какой-то пристальный взгляд этого нищего, тоже, знаете, толкователи обожают здесь рассказывать в этом месте, что они оба подумали, глядя друг другу глаза в глаза, Петр и этот коллега. Лука, в отличие от христианских пропагандистов, человек куда более целомудренный, поэтому он этого ничего не рассказывает. Он только говорит о том, что вот он засмотрелся на Петра, думая, что тут, наверное, что-то ему сейчас даст, какие-то денежки. Вот этого вот там, что Петр почувствовал, что этот человек готов к чуду, или что он там готов услышать проповедь о кресте, или что-нибудь еще, ничего этого нет. Загадка. Загадка. Почему Петр именно к нему обращается, вернее, смотрит на этого человека? Там же и другие были нищие. Почему этот человек пристально надеется именно от Петра что-то получить? Загадка. Загадка, на которую ни Священное Писание, ни в общем Господь не дает ответа. Между прочим, важный духовный навык христианина научиться жить с такими загадками, с тем, что какие-то вещи объяснить не получается. Вот почему-то именно так вот Петр и этот нищий. И Петр говорит ему, у меня нет ни серебра, ни золота, а что у меня есть, то я тебе дам. И дает ему имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа Назореев станет один. В каком-то смысле в рассказе, Луки, по крайней мере. Это нечто принципиально новое, как и прощение в имени, как и крещение в имени Иисуса Христа. Вот во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. Имя, которое наречено, названо над этим хромым человеком, Петр говорит ему, спасение Израиля, спасение каждого человека дано нам в том, чье имя Иисус Назорей. И вот, произнося над тобой это имя, я призываю тебя встать и пойти. Ну и совершается чудо, он начал ходить, ходя и скачая, славя Бога, вошел в храм. И, в общем, поскольку, по-видимому, все в этот момент, пришедшие в храм же, проходили мимо него и видели, как он там сидел, у ворот просил милостыню, видимо, ноги были в таком состоянии, что ни о каком, ни о какой возможности встать, этот разговор не шел. И вот поэтому все исполнились ужаса и изумления. А этот бывший хромой нищий, исцеленный хромой, славит Бога, славит Бога, не пропуская этого важного момента. когда с тобой происходит чудо, не забудь, как следует, да, всерьез, всерьез поблагодарить Бога. Ну и поскольку Петр и Иоанн, как это было принято у Господа, его учеников, молятся в Соломоновом притворе, этот самый бывший хромой, там где-то вокруг, ходит и скачет, и славит Бога. Ну и вот люди сбежались в притвор Соломонов и смотрят с большим удивлением, что тут такое делали эти Петр и Иоанн. Весьма возможно, что там были и другие апостолы. И Петр говорит этим людям во-первых, очень важную вещь, очень важную фразу. он говорит, а что вы с таким удивлением все смотрите на нас? Что на нас смотреть? Как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он хочет. Мы, говорит Петр, тут ни при чем. Это не мы своей силой, не мы своим благочестием сделали, что он хочет. это наш с вами общий Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова прославил сына своего Иисуса, потому что мы назвали, нарекли, произнесли над этим человеком имя Иисуса Христа и его имя его исцелило, потому что этот человек согласился быть названным именем Иисуса Христа. тем, кто принадлежит Иисусу. И Петр не упускает возможности говорить о том, что собственно произошло за полтора месяца до этого. Он говорит «Ну вы предали того самого Иисуса, чьё ими исцеляет. вы предали, просили даровать вам убийцу, а начальника жизни убили». Начальника имеется в виду здесь, конечно, источник, архи, начало жизни или начаток в старых переводах. не в смысле умывальников начальник и мочал командир, прости господи. Ну, просто в русском языке слово начальник означает не то, что имели в виду авторы синодального перевода. поэтому это надо учитывать. Источника жизни, начало жизни вы убили, а Бог его воскресил из мертвых. И вот Петр говорит, ради веры во имя его. Его имя укрепило этого хромого. Ради веры. Ради того, чтобы эта вера была. обратите также внимание, что Петр говорит, я знаю, что вы начальники ваши. И вот тут слово начальнику местное имеется ввиду эти самые всякие первосвященники и прочие профессиональные верующие. Вы сделали это по невидению. В предыдущей главе Петр говорит, вот вы это сделали, убили Иисуса, а Бог соделал его Господом и Христом. Здесь он говорит по-другому. Он говорит, ну, я знаю, что вы не понимали, что делали, и сделали по невидению, и вообще это делали одни, а сейчас в ловушке оказались совсем в катастрофе другие люди. Трудно сказать, то ли это впрямь, другие люди обстоятельства, и Петр по-другому строит свое свидетельство, давая этим людям возможность сказать, да, мужи и братья, мы не знали, что мы делали. ну, и, в общем, тем самым сильно снизить меру своей ответственности, сильно Петр облегчает им возможность покаяться. Может быть, потому что это другие люди. Может быть, проповедь в начальные времена показалось Петру недостаточно дающей людям возможность покаяться, кому-то это трудно, принять на себя эту ответственность. Никто не знает, опять, Лука ничего не объясняет, но нам важно увидеть, что вот в предыдущей главе так, а в этой по-другому. По-другому. Петр к чему-то, к каким-то обстоятельствам, к тем мыслям, которые у него в голове, к тому, что Бог ему говорит, к тому, какие люди перед ними применяются. Поэтому он говорит, я знаю, что вы это сделали по неведению. Ну, и Бог это знал заранее через всех пророков, предвозвестил страдания Христа. И так оно и произошло. тоже тонкое место, непростое в этой речи Петра, потому что да, впрямь о страданиях Христа есть предвозвещение у пророков. Ну, во-первых, не так, чтобы у всех. Нет. А во-вторых, понимаете, если это Бог так задумал и так исполнил, тогда а какие могут быть претензии к тому, что к израильтянам, которые отреклись перед от него перед лицом Пилата, которые взяли и пригвозив руками беззаконных убили. Здесь есть некая теологическая проблема, которая неразрешима, вероятно, и сейчас, тем более, была неразрешима в те времена, потому что таковы были особенности иудейской теологии. Вот. Но Петр снова говорит, покайтесь и обратитесь. Вот да, Бог знал, вот так было Богу угодно, чтобы Иисус пострадал. Да, вот вам возможность покаяться, попросить прощения, сказать, что мы по неведению это сделали. Ну, потому что это действительно гораздо легче, чем сказать, я глуп и злобен, и поэтому это сделал. Такую возможность, так сказать, ну, облегченную некий шаг навстречу Петр действительно слушателям дает здесь. Покайтесь и обратитесь, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. Петр, обращаясь к этим людям в Иерусалимском храме, заметьте, разговор-то происходит именно в притворе Соломоновом, стало быть. вот в этом месте Петр напоминает о временах отрады, о временах утешения, облегчения, о том, что Господь после ужасных страданий, плена, нападений окрестных народов и вот всего этого ужаса и хаоса после пленной эпохи Господь обещает времена отрады. Вот они приходят, потому что Бог дает воскресение из мертвых, воскрешает Иисуса Христа, предназначенного вам. Предназначенного вам. И это тоже важная весьма вещь. Хотя Петр в других местах и говорит о том, что всякие, кто призовет имя Господне спасется, но вот этот взгляд христианского универсализма, который наследует пророческому универсализму на самом деле, он еще, по-видимому, труден и малопонятен. Теперь в 21 стихе Петр говорит нечто очень странное фраза, за которым в общем тоже некоторая концепция теологическая видится. Знаете, Петр в одном из писем говорит, что у Павла в посланиях есть нечто неудобо-разумительное. Ну, как Лука записал эту, в частности, проповедь Петра, тоже кое-что трудное для понимания. Вот он говорит, да придут времена отрады, да пошлет Господь вам предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Господь устами всех святых пророков. Времена совершения, по-видимому, имеются в виду времена отрады, времена восстановления царства Израиля, восстановления скини Давидовой падшей. Небо должно было его принять. Петр говорит, так надо было, чтобы он вознесся на небо. Вот. А теперь наша задача говорит Петр его слушаться. Тоже, скажем, апостолы иногда пишут какие-нибудь выражения вроде «так надлежало пострадать Христу, войти в славу свою». Иногда цитируют пророков, иногда говорят, как вот здесь там «надлежало ему небо». Небо должно было принять его. Или Павел говорит о предлежащем ему кресте вместо предлежащей ему радости. По-видимому, все-таки у них есть в голове некоторая картина того, что Иисус возносится на небо и за ним идут в мессианском шествии все те, кто принял его имя, над кем его имя было наречено. Ну и заканчивает Петр эту проповедь словами о том, что это было предсказано Моисеем. Тоже не сказать, чтобы это было абсолютно общепринятое, но все же широко распространенная толкование, что Моисей, когда говорит пророка, как меня воздвигнет вам Господь, его слушайте, имеет в виду Мессию Христа, пророка, который возобновит или заключит другой завет по сравнению с тем заветом, который заключил судьи Моисей. Пророка, как меня воздвигнет вам Господь, его слушайте. И попытки отнести это к пророчеству к Иисусу до его вознесения, вызывали весьма яростное противодействие, в том числе и во время Синедриона. Здесь же Петр прямо говорит, что он и есть тот пророк, который должен прийти, который был обещан через Моисея. все пророки от Самуила и после, сколько их не говорили, все говорили об Иисусе. Это значит, что имя его действительно освобождает, дает новую жизнь, совершает чудеса, и нет и новой имени под небесами, как в другом месте тоже будет сказано, которым надлежало бы нам спастись. Здесь же Петр говорит, вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим. Иногда они сами говорят, мы дети Авраама, не были рабами никогда никому, и у Господа с такого рода выпьющими иудеями не складывается понимание. А здесь Петр уже говорит им, вот вы действительно сыны пророков Авраама и того завета, в котором Бог сказал, всеми не твоим благословятся все племена земные. И вот Бог, говорит Петр, воскресив Иисуса, то есть явив имя Иисуса как имя Спасителя, как имя того, кем и в ком благословятся племена земные, как имя того, кто предназначен для спасения народа от начала, вот воскресив сына своего, он к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Ну, во-первых, отвращая каждого от злых дел ваших, потому что имя Иисуса нареченное над людьми, это не просто крибли-крабли-бумс, а это призыв и возможность отвратиться от злых дел своих. И еще заметьте, что слова Петра к вам первым послал его, подразумевает, что но не к вам последним, сначала к вам, а потом близким и дальним, кого не призовет Господь. Здесь, ну, по сообщению Луки, Петр еще этого не говорит, может быть, потому что иерусалимляне не готовы в этот момент услышать, что у Бога кроме них есть еще кто-то, кого Бог собирается спасать. Но Петр все-таки говорит, к вам первым, начиная с вас, но не заканчивая. иерусалимляне